Решение о создании в Сочи независимого источника электроэнергии было принято еще в 2001 году. Курорту в те годы был необходим дополнительный объект генерации. Постоянные перебои со светом, нехватка мощности. Сегодня об этом можно забыть. Сочинская ТЭС как во время Олимпиады, так и после нее обеспечивает надежное энерго- и теплоснабжение и население, и предприятие города. То, что здесь есть у Сочинской станции, это позволяет удовлетворять все потребности с точки зрения и энергетики, и тепла, и света, чтобы было красиво, светло и удобно заниматься спортом. Я хочу ответить, что наш коллектив Сочинской станции собрался и провел себя с лучшей стороны. У нас за две Олимпиады не произошло ни одного инцидента. И это, в первую очередь, заслуга нашего коллектива. Сочинская ТЭС – одна из самых эффективных по данным производительности и воздействия на окружающую среду электростанция страны. Мощность так называемого флагмана сочинской энергогенерации – 158 мегаватт электрической и 50 гигакалорий тепловой энергии. Для достижения высоких показателей при ее возведении использовались новейшие материалы, внедрялись современные разработки и оборудование, которое освоили сотрудники теплоэлектростанции. Сегодня в честь первого юбилея десятилетия предприятия десятки специалистов получили почетные грамоты и благодарственные письма за вклад в развитие топливно-энергетического комплекса города Сочи, а также за безаварийную работу в период проведения Олимпийских игр. Все вы приложили максимум тех усилий, которые необходимо было в это время. И я хочу вас всем поблагодарить за те усилия, которые вы предприняли в тот период и продолжаете работать на плаве сочинской электростанции, венитаровой материнской компании. Благодарственные письма сотрудникам ТЭС вручила глава Хостинского района Сочи, Отличившиеся получили грамоты от Министерства энергетики страны и края. Некоторым в этот день присвоили и звание почетного энергетика. Торжественное мероприятие – это тот редкий случай, когда эти специалисты отлучаются с рабочих мест. Люди этой профессии несут вахту круглосуточно. Благодарность за труд сотрудникам ТЭС в скором времени пообещали закрыть вопрос с жильем. Галина Моисеева, Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.